С микромиром мы взаимодействуем каждую минуту. Миллиарды бактерий, грибков и вирусов повсюду. На компьютерной клавиатуре, дверных ручках, смартфонах, одежде, в воде и в воздухе. Кишечная палочка, стафилококк, микрококи – эти микроорганизмы могут нанести удар по вашему здоровью. Сегодня мы расскажем о том, какие предметы быта наиболее опасны и как защитить себя и всю семью. Есть исследования, когда на смартфонах находили в несколько порядков больше бактерий, чем в уборной комнате. Это, собственно, стриптококи, стафилококи, полтогенные кишечные палочки, гемофильные палочки, возбудители кишечных инфекций, любые возбудители инфекции дыхательных путей. Человек в среднем трогает экран своего мобильного телефона раз в 6 минут. То есть все, что мы заносим себе на руки, мы заносим и туда в телефон. Притирать смартфон можно антибактериальными салфетками или антисептиком. Обрабатывать нужно и чехол. Не стоит использовать стеклоочистители и порошковые средства. Они испортят устройство. Губка для мытья посуды Губка для мытья посуды – это прекрасное место для размножения, прежде всего, бактерий, бактериальной флоры, потому что все условия там для этого созданы. Тепло, она обычно влажная, есть остатки пищи, которые смываются с посуды. Губками также часто моют овощи, которые принесли из магазина, фрукты. А на них как раз могут быть патогенные бактерии, возбудители тех же кишечных инфекций, кишечные палочки, сальмонеллы, клепсиеллы патогенные. Губку можно промывать, кипятить, только микроорганизмы из нее не выселятся, а наоборот будут только размножаться. Поэтому меняем раз в неделю. Деревянная, стеклянная или пластиковая у вас разделочная доска – неважно. Нож всегда будет оставлять на ней царапины, а в них будут заселяться и размножаться болезнетворные бактерии. Обрабатывать их антисептическими растворами и средствами можно содержащими хлор, который используется для мытья раковин, допустим. Так же, как губка, они могут служить источником тех же самых патогенных бактерий, вызывающих инфекции, кишечные и прочее. В этом плане разделочные доски также рекомендовано менять. Раз в два года точно это стоит делать. Зубная щетка может стать пристанищем для 300 миллионов бактерий, и обычное споласкивание не поможет от них избавиться. После того, как человек заболел и перенес какое-то заболевание, рекомендовано зубную щетку сменить сразу, чтобы в ней не накапливались патогенные бактерии или какие-то другие патогенные, которыми он болел. Хранить можно несколько щеток в одном стакане, но помнить, служат они недолго. Раз в два месяца щетку нужно менять, а после каждой чистки обрабатывать ополаскивателем для полости рта. Я считаю, что самый опасный все-таки такой домашний прибор – это кондиционер. Кондиционер может быть источником такой опасной бактерии, как легионеллез. Легионелла – это такая бактерия, которая живет в таких условиях, где есть влажность, где есть сырость какая-то. Эту бактерию недаром прозвали невидимым убийцей из кондиционера. Она может вызывать не только очень серьезные проблемы с легкими, но и приводить к тошноте и диарее. Кондиционер должен проходить свои плановые технические обслуживания, должны в нем чиститься фильтры, он сам должен чиститься, и машинные кондиционеры в том числе. Ну вот и все. Не забывайте регулярно обрабатывать бытовые приборы и предметы личной гигиены. Будьте здоровы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...